Так, мне еще полгода доучиться, а потом поступить в магистратуру. Но чтобы поступить в магистратуру, мне нужно закончить... Сначала дипломную работу сдать, потом мне нужно будет закончить языковые курсы. Понимаешь, да? Да, конечно. Что ты там показываешь? Да нет, ничего. А, ага, так значит, да? А ты вообще знаешь, что обмен стал трендом этого года в интернете? А ты, что ты без меня делать-то будешь? Не знаю, что потом, а пока продолжай экспериментировать. Помните, я рассказывал об обмене в сети? Тогда еще футболку менял. Вот теперь и Таня увлеклась. Она нашла такого менялу. Он поделился секретами и профессиональными навыками. У меня был такой один день, незудачный. И ночью в 5 часов решил что-нибудь себе такое хорошее обменять. Даже из идеи вычитал. Думал, в Казахстане никто этого не проворачивал. Решил попробовать, посмотреть, какое у нас население, вот общество, поддержит ли или нет. Первым в поле зрения попал этот розовый вентилятор. Уже на следующий день был готов подробный план дальнейших действий. Фронтом для наступления был выбран интернет. Через пару часов в сети появилось первое объявление. В настоящее время данный вентилятор стоит на моем рабочем столе. Я бы хотел обменять его на что-нибудь более стоящее. Старый мобильник, МП-тришка, быть может гантели. По следующему обменщику было интересно обменять на это. Ну и, соответственно, эта вещь должна быть более-менее как-то ценнее. А еще через пару дней появился человек, которому вентилятор был крайне необходим. Так в руках алмаза оказалась стильная скейтеровская футболка. Он сразу же опубликовал отчет об удачной сделке с пометкой «У каждого из вас имеется возможность обменять со мной данную футболку на что-нибудь более стоящее. Предлагайте, рассмотрю любые варианты. Также приеду в любую точку Алматы, где бы вы ни находились. Соответственно, буду освещать данное событие в блогах и на других сайтах». Пример ведения такого отчета он подглядел у уже известного всему миру Кайла Макдональда. Буквально за год 26-летний канадец, начав с большой красной скрепки, получил двухэтажный дом с тремя спальными комнатами. О своих планах Алмаз не рассказывает, но уверяет, что они не менее амбициозны. А на обмен уже есть спрос. Иногда серьезный, иногда не очень. «На тещу обменять, допустим. На левую почку, на носок правый». Вместо третьего и последнего на сегодня обмена парень выбрал весьма символично. Улица Жебек-Жулы. В переводе с казахского – «шелковый путь». Под аккуратно вымощенной плиткой хранится тысячелетняя история. Веками здесь вели обмен, торговлю, заключали выгодные сделки. «Нормально». «Нормально». «Что принес?» «Смотри». «Смотри». «О, шокер». «Футболка». «Работоспособность». «Вырвал прям». «Работает». «Классная футболка». «Оп». «Конечно работает». «Удачный обмен прерывает телефонный звонок». «Оп, полетел». «Алло». «Да, привет, Дори». «На Арбате стою, футболку меняю». «Да, уже обменял на шокер». «Пусть подходи». Сделка на сегодня оказалась для «Алмаза» не последней. «Старок». «Старок». «Что сделаешь?» «Да вот футболку поменял наконец-то. На шокер». «О, сейчас покажу. «Да». «Ну ладно». «Смотри, у меня тоже есть. Давай поменяемся на этот». «А это что у тебя?» «Ударник, короче, ни разу не жизнь спасал». «Давай поменяем, ладно». «Давай, давай». Вот такой неожиданный поворот. Не успел Алмаз отчитаться перед интернет-пользователями о новом обмене, как теперь придется сразу о двух рассказывать. «Вот, ребята, расскажите, вот те, кто поменялся, вам не жалко было потерять, допустим, тебе этот электрошокер, а тебе этот пистолет, собственно?» «Я как бы, я уже давно и пользуюсь этим пистолетом, то есть хотелось чего-то новое, вот, думаю, не жалко на урод. «Удачно подвернулся случай?» «Удачно еще как». «А ты долго думал, вот после того, как Алмаз предложил тебе обменяться?» «Да нет, я не долго думал, он у меня все равно мертвым грузом дома лежит. Я подумал, интересно, нужно поменяться». «А футболку будешь носить?» «Конечно, обязательно буду». «Ждем от тебя фотографии у нас на форуме». Что ж, а мы будем следить за успехами Алмаза. Может быть, он тот самый человек, который нереальное сделает возможным.